МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анфиса Чехова стала женой Мити Фомина. Выдержит ли она испытание славой? Анфиса, отдай мне его! Отдай мужчину! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, на самом деле, носить свадебное платье – это ужасная нечеловеческая мука. И мне очень хотелось бы скорее скинуть эту длиннющую юбку и захотелось домой. Но Митя сказал, что домой мы сюда попасть еще успеем, и надо бы нам съездить на российскую неделю моды и там засветиться, себя показать, на других посмотреть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты понимаешь, сколько ты думаешь, но все-таки из тех, кто здесь сегодня есть, а здесь очень много народу, я считаю, что ты самая яркая женщина. По многим критериям и показателям нет тебе равных анфисов. Спасибо. Мне кажется, и тебе тоже. Вот никого нет такого стильного, такого, я бы сказала, как бы это помягче, раздолбаем. Понимаешь? Да, но я тебе сделаю комплимент ответный. Ты как королева, ты как принцесса идешь по этой красно-ковровой дорожке, как звезда Голливуда, может быть, так что-то. Может быть, даже ты сегодня вытянешь свой счастливый билет, и ты уже его убит, но это я. Чем мне нравится неделя российской моды, что там всегда очень много перед входом в сам зал, где находится подиум, очень много разных стендов, где тебе что-то могут подарить, что-то предложить. Вот нам с Митей тут же предложили какую-то скидку в салон красоты и что-то еще. И тут в наших головах созрел план, если так вот здесь все такие добрые и щедрые, не пройтись ли нам по залу, пока мы с ним показа, может, там еще что-то подарят. Пойдем скорее за подарками. Слушай, когда мне говорят слово «подарки», у меня сразу в голове порхают не просто бабочки, а мега-калибри начинают порхать. Я даже сказала, синицы у меня уже. Мега-коршун начинает порхать. Нет, да что-нибудь урывать. Слушайте, а модельеры, наверное, были бы счастливы, если бы мы ходили бы в пещак. А, а делал, например, на себя какой-то жакет? Конечно. Вот, например, зеленый жакет сколько стоит? Зеленый жакет стоит очень делая, что вы делаете с 500. А вот реклама с нами участием стоит тысяч 100, например. Я за вас рада. О, Митя, смотри, вот это да! Смотри, как круто! Это на задницу или это на передницу? Мне кажется, это пиджак, посмотри. Это пиджак! Круто! Ты видел, как круто? Давай, я хочу такой пиджак, Митя! Слушай, ну, значит, его надо тогда взять и все? На! Майя, я тебе говорю, ты звезда, ты можешь это себе забрать. Я звезда, я могу своровать пиджак? Здесь, когда я здесь никому никому, это можно сделать вообще безнаказанных. Забирай и все, и я сделаю вид, что как будто тебя прикрывают. Все, и ты взяла пиджак. Слушай, у меня даже как-то неудобно, как-то все, что пойду с этим пиджаком по коридору? Ты его ссади на себя, и все. Подержи, пожалуйста. И кто-то, думаешь, не заметит, что пиджак висел, а потом я ушла в почти таком же? Ну, нет, конечно. Мы просто, он будет как будто, ты скажешь, я его, ты скажешь, я-то мой, у меня был такой пиджак. То есть ты вот так вот ходишь по гламурным магазинам? Да, как еще иначе. Слушай, давай, давай. Я не могу найти рукав, Митя. Я помогу тебе. О, пипец, ты посмотри, папа, круть. Что-то из него в запчасти сыпется. Это же, по-моему, шикарно. Слышишь? Только ты знаешь, по-моему, он у меня на груди не сходится. Митя. А ты не застегивай на груди его, ты просто его сделаешь так, как тебе нужно. Вот так. Ну, прекрасно. Ты можешь с ним даже выступать на корпоративах, вести какие-то церемонии. Все подумают, боже, в чем это, Анфиса, что она... Ну, у меня на груди же не сходится, смотри. А давай ты будешь его носить корсетом. Если мы будем идти мимо их магазина, интересно, они заметят, что я в эти пиджаки или нет? Мне кажется, нет. Ну, пойдем. Пиджаки. Мы взяли просто так пиджак в смешанке, и никто не заметил вообще. Тогда мы... Ну, точно. Давай. Давай мы тебе его спрячем под кружку. Давай, я сниму, а мы тебе его спрячем. Давай, тихонечко. Пока никто не видит, тихонечко. И вокруг живота обмотаем. Давай. А вы мне подарите, боже, коровку? Подарим. А, бра-бра-бра-бра! Смотри, а вот здесь такая мохнатая. Какая тебе больше нравится? И стриженная, и мохнатая? Я люблю такую. Ну, какую? Она смешная, она как гусеница, зато смотри. Зато она очень, 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 очень сексуальная. Как будто бы... Как будто бы... Как будто бы... Как будто пиписечка чья-то. Я не хочу ходить с чьей-то пиписечкой на груди. Придется. Мне нравится вот это. Так, я хочу, чтобы у меня была волосатая пиписечка. А я хочу лысую, пожалуйста. Лысую пиписечку? Я хочу лысую пиписечку. Кстати, у тебя какая пиписечка? Смотри, что ты все покраснела. Конфетку смотри еще, будешь? Не, я не хочу, спасибо. Папа, ты не ешь конфетку? Слушай, бери, ничего нельзя отказываться, пригоди нельзя. В конце концов, чай будет пятнейше, чем у тебя дома. Будет конфетка? Хорошо быть популярными, да? Спасибо большое, да. Ой, может, ты можешь? С подарком. Спасибо. Ничего покупать, ничего покупать не надо. В этот момент, это уже спустя минут 15, мне кажется, или 20, вдруг продавец заметил пропажу и побежал по всему залу искать куртку. Кто-то ей настучал, что это мы взяли. Здравствуйте. Здравствуйте. А я видела, что вы украли у нас куртку джинсовую с нашего стенда. Вы знаете, мы не украли, мы так... Она у нас, да? Ну-ка, признавайся. Мы просто проверяли, понимаете? Понравилось. Нет, мы одели, думаем, заметит хоть кто-нибудь. Мы проверяли бдительность ваших продавцов. Бдительность, оказывается, вы бдительны. Вы знаете, очень красивые пижа. Ваши, да? Ой, слушайте, совершенно случайно это оказалось. Абсолютно случайно. Если казалось, что мы ваша куртка, которая... Даже если я повредила, вы знаете, это будет лишним аргументом, чтобы подорожью продать. И тут я поняла, что такое, как бы, когда попадаешься на воровстве. Вот Митя тоже как-то растерялся, потому что это залепетали все вместе. Стали, значит, говорить, что да нет, мы ее не украли, да мы просто взяли поносить. Вот. Благо, где девушка проявила прям сисходительность, может быть, за счет того, что мы звезды. Может быть, она просто была добрая девушка. И стала поднимать кипиш. И мы отделались только легким испугом. Наступил вечер. Я отделалась в платье. И приехала на концерт в комитете, чтобы поддержать его и послушать его новые песни. Я же ведь никогда не слышала творчество, новое творчество своего мужа. О, Боже, эти концерты моих мужей расстребили мне душу. Но Митя самый лучший. Посмотрите, какие голые у него танцуют люди. С квадратиками на животе. Стану шломить одни волой. А я думала, ты в Аргентине. Нормально. Ой, и с тобой? О, прекрасно. Пришла на концерт к мужу. Мама, ты что? А, у тебя что? Да. Мам, мой муж. Неплохой муж, я могу сказать. Согласна. Ой, ой, ой. Давай устроим соревнования. А что? А здесь занят у вас? А что это сделает? Слева. Как мужу пришла на концерт. Так, ну. Он ухо поет. Ну, разберемся. Ха-ха-ха-ха. Давайте за талант моего мужа. Да, да. И за его сексуальные кожаные штаны. И считаю, что я люблю тебя. Просто буду стоять в стороне. И в фанике не верю тебе. Ты любила, как предотанно. Ты мой сын. И самую тебя навсегда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это, между прочим, его бывшая девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот та бывшая, которую я хорошо знаю, и с которой я общалась, и которая, наверное, дольше всех с Митей продержалась, это была Ксюша Мерц. После того, как она остыла и перестала сверлить меня гневным взглядом, я решила все-таки подойти к ней и поинтересоваться, что же мне такого нужно сделать, чтобы угодить Мите, и чтобы он чувствовал себя рядом со мной, счастливым, довольным и радостным. Ну, я тебе могу сказать, он любит большую грудь. И вообще-то, или его вкусе. Я-то, видишь, куда сочная моровойка такая. А что? А как он с этим справлялся? Ты слышишь, а вкусы меняются. Раньше ему нравились куда сочные такие сушки. А теперь он настоящий мужчина. Ему нравятся волосы, грудь, талии. Мне нужно, чтобы все было. А у меня черный страх. Ничего. Ничего. Ну, почему? Это плотинка. Ну, знаешь. Аккуратно или, по прочим. Я тебя ответу к его стилисту. Будет еще лучше, дорогая. Слушай, ну расскажи какие интенсивные подробности. К чему мне быть готовой? Ну, сложный, сложный, мальчик, сложный. Да? Он не любит таких, знаешь, кто готов остаться сразу. Переселиться, переехать с чемоданом. То есть, нам с ним как нужно? Где общаться? Ну, в туалетах, в гримерках? Нет, не надо в туалетах. Примешь снимать. Вроде остаешься ночевать, ложишься на кровать. Надеваешь, он тебе дает маечку, дежаму свою. Надеваешь, ложишься с книжкой в кровать и говоришь, ой, извини, я забыла, у меня съемка. Стоешь и уезжаешь. В данный момент, когда снимаем с учебы телепоекция, который называется «Жена на прокате». Вот Анфиса в этой роли тебя прекрасно чувствует. Я, в общем, тоже, вроде может, пытаюсь как-то себя... Ксюша мне посоветовала держать Митю на расстоянии, не отдаваться ему ни в коем случае, быть для него всегда неприступной и недоступной. А вот певица Слава, мне кажется, завидовала моему нынешнему счастью и все время об этом говорила именно и лично со сцены. Певица Слава! Да, аплодисменты, аплодисменты. Микрофон мне громче. 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 Ну, я пока сниму бы как-то так, чтобы все... Давай, раздевайся, жена не заревнует. А Афельта... Это песня про любовь, которая уже не любовь, по которой уже просто... Уже родственники. Уже привычка, родственники... Уже родственники уже хотят... Просто называется она под двумя разными одеялами. Под двумя разными одеялами. Просто холодная зима на самом деле. Это не про нас. Я говорю, что это про нас. Это не про вас, это про нас. Это даже не про сорок. Я, конечно, с удовольствием бы поспать под одним отделом, но у меня не так много, как у тебя. Мне бороться тут вообще никак. Я думаю, что если бы я пристально за ним не наблюдала из зала, если бы, не дай бог, я бы расслабилась бы и ушла бы надолго в туалет, я думаю, что Слава быстренько бы приобрела моего мужа к рукам. Анфиса, отдай мне его! Отдай мужчину! А то ли не потерпит. Все, я все понимаю. Анфиса тоже не потерпит. Витька, я тебя поздравляю, ты самая талантливая, самая хорошая, самая красивая. Если бы ты не был Анфисой, ты был бы мой. Понятно? Смотрите завтра. Анфиса Чехова осваивает нового мужа и его жилища. Что такое? О, ты не суток! Субтитры сделал DimaTorzok